Всем привет! Меня зовут Олеся Капельникова, и сегодня я вам расскажу про свой повседневный макияж. Я уже очистила свою кожу, поэтому следующий этап это нанесение маски. Ой, она такая прикольная, извините. Почему она шариками? Подержим ее пару минут, пока я расскажу вам, что мало времени у меня в связи с материнством, очень мало времени на себя любимую, и все мои уходы и так далее. Проходят, я наношу маску и быстро бегаю, занимаюсь делами, занимаюсь бэйбиком, успеваю есть, кормить, все это пытаться совмещать, поэтому моя кожа намного хуже стала. Наверное, и для кого это не секрет, что после родов кожа ухудшается, вообще полностью какое-то состояние было такое потрепанное. Поэтому только начала восстанавливаться, очень много появились всяких реакций после родов, в плане того, что на пищу, которой никогда не было аллергии, начало высыпать, появляться всякие прыщики. Вот такие и вот такие. Ну, ничего, возраст, наверное. Смываем. У меня есть кремовый бальзам Лягу, он с эффектом увеличения. Не знаю, насколько это работает, но мне кажется, работает. Проверим. Промотайте потом через пару минут это видео и сравним. Может, побольше нанести, но еще больше туда. Наносим увлажняющий крем. Не пользуюсь ничем часто, потому что у меня как-то нормально кожа сама вырабатывает. Поэтому я обычно могу просто смыть макияж и все. Ну, утром, конечно, да, для меня утром это прям особый ритуал, когда просыпаешься, чистишь зубы, и пойдешь в душ, потом выносишь одну маску, вторую маску, патчи. И вот так ходишь. Пол дня. Потому что потом дела туда-сюда. Надо еще массаж. Массаж вот от лица. Еще я массирую нос постоянно. Когда была маленькая, у меня были комплексы. Мне не нравился мой нос, и мне казался очень большим. И моя мама говорила, когда я вот ей сказала, лет 14, все, хочу операцию, сделаю, вырасту в операцию. Она говорит, малыш, просто каждое утро подходишь к зеркалу, смотришь на себя, делаешь себе вот такой массаж и представляешь нос, который ты хочешь. Ну, вот я лет, наверное, 5 стояла каждое утро, массировала себе нос и представляла, какой он должен быть. В итоге сейчас мне мой нос очень даже нравится. Я редко наношу повседневный макияж. Я очень люблю что-то яркое. Когда есть какая-то встреча, и нужно что-то быстренько сделать, или просто с мужем сходить на свидание, то я вам покажу, что я делаю. Для начала у меня база. База Гуччи, это под тональное средство. Я очень люблю сияющую кожу. Я все делаю руками, на самом деле, редко наношу что-либо кисточкой, мне так удобнее. Курицу я тоже ем руками. Мой лайфхак, все от лица делать. Даже крашу скулы, то есть я делаю вверх и вот лица. Сейчас все увидите. Так, тональное средство. У меня было всегда шинель, но недавно, как раз-таки где-то недели 2-3 назад, я поняла, что он мне перестал подходить. Поэтому я его миксую вот с этим. Мне как-то подарили набор, и я начала экспериментировать с разными тональными. Сейчас мы тоже проверим, насколько он подойдет. Ну, нормально. Вроде подходит. Вообще не моя история. В одежде красится. Я люблю в халате. Чтобы у меня весь халат будет засран, все будет засрано, руки я вытираю в халат сразу же. Но вот мне так удобно, в этом вся я. А вот уже одетой, ну я сейчас, конечно, не могу раздеться, но одетой красится для меня это мучение. Можно что-то испачкать еще. Нет, я так не люблю. Так, напишите, пожалуйста, в комментариях, подходит мне этот тональный или он все-таки слишком светлый. То не могу я понять. Не говорю антирекламы, но, например, маковские всякие тональники, которые я пробовала, это просто не мое. Мне не нравится, как они ложатся. Я люблю Chanel тональник, потому что он легкий, он на коже очень красиво ложится, кожа дышит. И я его люблю за его консиденцию, потому что другие, они все не подходят мне, потому что чувствуешь, как будто ты заштукатурен, куча макияжа на тебе, и это не очень комфортное ощущение. Ну что, тональное средство впиталось, теперь второй этап это контуринг. Мое любимое, это Tom Ford на кремовой основе. Это мое все. Мне нравятся очень мои скулы. Я не разрешаю ни себе, ни визажистам прям по скуле идти. То есть я крашу вот чуть ниже косточки. Я наношу еще вот сюда, обязательно сюда. Еще вот делаю вот это. Иногда я делаю себе нос. Я делаю маленькие точечки. Это, говорила уже, мое спасение. Я все делаю. Все делаю совместимо. И тени, и румяна, и вообще все-все-все миксую с Tom Ford. Также здесь есть хайлайтер. Он очень классно создает сияние на нос, на губы. У меня очень много коричневых скульпторов, румяна, всего-всего. И вот одно из моих любимых, что вот Tilbury. Вот. И я тоже использую как тени. Не знаю, именно этот цвет я хочу сейчас или нет. Не умею наносить тени. Всегда мечтала научиться. Но ходила как-то на курсы, пробовала и забываю. Да, мне было лет 16. Я была профессионально. Умела стрелки рисовать себе, подругам, маме. Просто фанат была стрелок. Сейчас не могу нарисовать вообще. У меня разбаловала, видимо, себя визажистами. Как только сама начинаю что-то делать, понимая, что это не мое, звоню. Ветчиков не накройте меня. Тем же скульптором сделаю акцент на нижнее веко. И вот возьму светленький. Добавлю себе в начало. По-моему, получается красиво. Я люблю использовать коричневые оттенки для повседневного макияжа. Да, и вообще для макияжа. Люблю коричневые. Он красивый. Консилер. Я еще захожу вот сюда, потому что я тут вытемняла. А вот эти вот крылышки, я специально еще захожу на них консилером, чтобы визуально он казался уже. Так, next. Брови. Причешу брови и, возможно, что-то подрисую. Но мне на самом деле нравится мой цвет. Я купила себе карандаш Шанель. Он подходит. Единственное, потому что все остальные, либо какие-то рыжие, а он прям такой серо-коричневый. Ну что, мне кажется, я смотрю на хорошее. А что повседневно? Надо было уже все сразу. Сейчас поеду к мужу, скажу, все, выгуливай меня, я красивая. Еще одна невероятная штука. Бенефит. Ель да правей. Просто лучший. Маст хэп. Вау. О, вау. Когда сама себе макияж делаешь, потом так уходишь, такой классно, так красиво. Я еще, вот у меня есть карандаш, я не знаю, нужен он мне сейчас или нет, но давайте попробуем. Это мой любимый карандаш. Я обожаю подводить слизистую нижнюю. Белый цвет мне не нравится, вот такой бежевый, он красивый. Я не знаю, насколько сейчас он уместен, но давайте попробуем. Мне нравится, потому что он создает такой интересный эффект и визуально даже немножечко открывает глаза. Румян, я не пользуюсь румянами, к сожалению или к счастью, они мне не подходят и мне нравится, когда лицо такое холодное. У меня есть Dolce & Gabbana, вот такие еще, это к тому, что я люблю коричневый цвет. Я это все использую каждый раз по-разному для дневного макияжа, ну, для глаз. Штука, штука для ресниц. У меня есть черная тушь, черная тушь это у меня тоже Гуччи. А как у меня губы, кстати, мне интересно, они больше Сталика или нет? Это надо посмотреть, разницу не вижу. Но на самом деле, может быть. Это сухой хайлайтер. Сияния всегда должно быть много. Я нашу вот Teeling, сюда, сюда. Добавлю немного сухого контуринга. Я стала фанатом карандашей. Вот я купила штук пять вот таких только этого бренда, они 200 рублей стоили, только разных цветов. Топчик. Мисс Тейз, профессиональный карандаш для губ. Очень хотелось бы услышать ваши отзывы, как вам мой повседневный макияж, как вам вообще мой образ, что вы думаете, увеличились ли мои губы после средства. Спасибо большое всем. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...